МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8-1-5-2, Несевь, связь. 8-1-5-2, нас связь. Запиши вызов. Ключ, ***-392, квартира Крыловой, общая тревога. Улица Молодежная, дом ***, 4, квартира ***, 5. Как принял? Принял, выдвигаюсь. Ежедневно сотрудники Росгвардии патрулируют городские улицы и обеспечивают охрану общественного порядка. И в осенне-зимний период работы прибавляется. По статистике, именно в это время увеличивается количество краж на дачных участках. Что неудивительно. Сезон отпусков закончился, многие уехали в город. Поэтому Управление вневедомственной охраны Росгвардии каждый год проводит операцию под названием «Безопасный дом, подъезд, квартира». Операция «Безопасный дом, подъезд, квартира» направлена на повышение имущественной безопасности граждан Хинкинского городского округа, а также округа Лобни. Операция направлена на то, чтобы довести до граждан эффективность охраны, неудобственной охраны власти национальной гвардии. Сотрудники Росгвардии – опытные специалисты с многолетним стажем. За годы службы случалось всякое, рассказывает сержант полиции Николай Вержевикин. Самое главное – это быстро сориентироваться при возникновении внештатных ситуаций. Мы на смене работали, получается, в ночь в городе Химки ввели перехват. Мы стояли ночью где-то в два ночи, перехват был, задерживали машину, угнали. И мы стояли, выехал на нас как раз этот автомобиль. Начали преследование автомобиля, доложили дежурному, экипажам ГИБДД, и автомобиль был задержан около Шереметьево-2. Два молодых гражданина были пьяные, угнали у таксиста автомобиль. Система безопасности постоянно совершенствуется. Уже сейчас проходит тестирование интеграции ее в систему «Умный дом», чтобы житель мог удаленно наблюдать за своей собственностью. Под нашей охраной на данный момент стоит более 700 объектов, это юридических лиц, и более 1900 квартир и мест хранения мышц граждан. Это дома, гаражи. Стоит отметить, что за прошедшие пять лет ни на одном объекте, охраняемом Химкинским отделом местной охраны, не произошло ни одной кражи. Ждут в Росгвардии и новых сотрудников. Как раз сейчас идет набор на службу в ряды Национальной гвардии.